Кэрри Муллис придумал ПЦР во время поездки по горной дороге в Северной Калифорнию. Идея осенила его буквально в пути, за рулем, под лунным светом. Это случилось весной 1983 года, а первую успешную полимеразную цепную реакцию, или же ПЦР, английская аббревиатура PCR, он с коллегой Фредом Фолуной провел уже осенью или в конце того же года, совершив настоящий прорыв в молекулярной биологии. ПЦР усовершенствовала методику амплификации, позволяя умножать даже самые малые фрагменты ДНК и открывая новые горизонты для генетики, криминалистики и медицины. Удивительно, но научные журналы поначалу не увидели в этом изобретении ничего из ряда вон выходящего. Публикации отвергали, а самого Муллиса вскоре уволили. Однако именно благодаря этому методу стало возможно определить даже единичные молекулы вируса или бактерии в образцах, что привело к революции в диагностике. В 1993 году Муллис получил Нобелевскую премию по химии за это открытие. Своим открытием Кэрри Муллис не просто дал новый инструмент науки. Он в корне изменил взгляд на ДНК-анализ и повлиял на развитие всех современных биотехнологий. Однако в его жизненном пути есть и другие моменты, не менее удивительные, которые заслуживают нашего внимания. Изобретение полимеразной цепной реакции Кэрри Бэнксом Муллисом стало поистине революционным событием в мире науки, изменившим ход молекулярной биологии и медицины. Представьте, благодаря ПЦР ученые обрели способность быстро амплифицировать фрагменты ДНК. Настоящее чудо науки. Эта техника открыла двери для более точной диагностики инфекционных заболеваний и определения генетических мутаций. Казалось, что новая эра уже на пороге. 9 сентября 1983 года эксперименты по ПЦР впервые увенчались успехом. Знаменательный момент для научного прогресса. Однако, как это часто бывает с блестящими идеями, признание пришло не сразу. Статьи, описывающие ПЦР, были отвергнуты такими авторитетными журналами, как Nature и Science, несмотря на значимость метода. Кэрри Муллис, обладатель яркой и нестандартной личности, не сдавался. Этот эксцентричный ученый давно уже прослыл человеком, чье поведение было столь же необычным, как и его подходы к науке. Его стремление привнести новые идеи в биологию и медицину сделали его особенно примечательным среди коллег. В следующей частице нашего рассказа мы окунемся в историю об одной загадочной ночи, когда Муллиса посетило это блестящее озарение. Кэрри Муллис, нобелевский лауреат и революционер в мире молекулярной биологии, был не только бриллиантовым ученым, но и настоящим феноменом своего времени. Родившись в Ленаире, Северная Каролина, в декабре 1944 года он с юных лет проявлял необычайный интерес к миру вокруг себя. Завершив обучение в технологическом институте Джорджии, Муллис переехал в Калифорнию и поступил в университет Беркли. Здесь его увлечение наукой трансформировалось в настоящую страсть. Работая в компании Цетус, Муллис сделал открытие, перевернувшее современную науку с ног на голову. Он изобрел метод полимеразной цепной реакции. ПЦР позволило ученым копировать ДНК с невиданной ранее скоростью и точностью, сделав настоящую революцию в диагностике, генетике и криминалистике. В 1993 году за это изобретение Кэрри был удостоен Нобелевской премии по химии. Не меньшее внимание привлекала его экстравагантная личность. Кэрри Муллис не был стандартным ученым. Он сочетал в себе элементы поэта, философа и даже серфера и часто использовал свои увлечения для вдохновения. Говорят, что он мог появиться на конференции босиком, обсуждать сложные научные темы между серфингом и мыслями о квантовой механике за чашкой кофе. Это его изысканная независимость и оригинальность вызывали самые разные эмоции. От восхищения до негодования. История Кэрри Муллисом — это не просто история об ученым. Это рассказ о человеке, который шаг за шагом бросал вызов стандартам. Далее мы раскроем еще один интересный аспект его жизни, который докажет, что в этом индивидууме скрывалось нечто значительно большее, чем можно было бы предположить на первый взгляд. Кэрри Муллис, гений из Северной Каролины, однажды задумался днем о том, как повысить точность идентификации генетических мутаций. Этот момент изменил все. Во время размышлений, находясь за рулем, его внезапно осенило. ПЦР — это метод, основанный на циклах нагревания ДНК, чтобы разрывать двойные спирали и затем синтезировать новые копии с помощью ДНК-полимеразы. Идея была настолько захватывающей, что Муллис чуть не врезался в лесовоз. Это была не загадочная ночь, а вполне ясный день, но этот момент, безусловно, оказался чрезвычайно озарительным для ученого. 9 сентября 1983 года навсегда останется незабываемым днем в науке. Именно тогда Муллис успешно провел первый эксперимент по ПЦР. В лаборатории он поместил смесь ДНК и полимеразы в пробирку, используя нагревательное устройство для контроля температуры. Этот метод, основанный на чередующихся циклах нагревания и охлаждения, позволял многократно увеличивать количество копий ДНК, открывая потрясающие возможности для генетических исследований. Конечно, идея не явилась как молния из ниоткуда. Она была результатом глубокого анализа уже существующих знаний. Но именно перспективное мышление Муллиса и его способность смело взглянуть на проблемы старым методом позволили создать технологию, которая вскоре потрясла научный мир. Реакция коллег была мгновенной и восхищенной. Инновация оказала огромное влияние на биологию и медицину, принеся Муллису Нобелевскую премию через 10 лет. Однако характер ученого и его необычные методы сразу же стали предметом обсуждения в научном сообществе. Что же говорили современники о Кэрри Муллисе и как его личность влияла на отношение к нему в профессиональных кругах? Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше. Кэрри Муллис, научный бунтарь и изменитель правил игры, оставил неизгладимый след в умах коллег. Его внезапно посетившая идея ПЦР навсегда изменила науку. Коллеги вспоминают его страсть к ожесточенным дискуссиям и умение ставить под сомнение даже самые устоявшиеся истины. Он не просто находил общие черты в невообразимых на первый взгляд теориях, но и питал чужие амбиции своим энтузиазмом. Награда в виде Нобелевской премии по химии не обошла его стороной. В 1993 году он разделил эту престижную награду с Майклом Смитом. Дотошная, но безграничная преданность науке сделала его лидером и наставником для многих молодых ученых. Те, кто работал с ним, не могли не подчеркивать его трепетное отношение к деталям и готовность выйти за пределы традиционных методов. Однако не все считали его методы идеальными. Некоторые критиковали его за излишне эксцентричный подход, который сбивал с толку даже опытных коллег. Несмотря на это, даже скептики признавали его гениальность и вклад в науку. К сожалению, его жизнь оборвалась 7 августа 2019 года, когда он покинул этот мир в возрасте 74 лет. Но его наследие живет и вдохновляет поколениями. И как это наследие продолжает быть актуальным в мире науки, удивляет и захватывает. Ответ следует за поворотом. Кэрри Бэнкс Муллис, чья эксцентричность лишь подчеркивала его блестящий ум, изначально встретил сильный скептицизм по отношению к его изобретению ПЦР. Научное сообщество с осторожностью относилось к его методу, и публикация работы в авторитетных журналах представлялась непростой задачей. Рецензенты отвергали его статьи, сомневаясь в новизне и значимости инновации. Настойчиво Кэрри продвигал свою работу. Только через два года, в 1985-м, технология окончательно утвердилась в науке. Это была борьба, отмеченная попытками опубликоваться в журнале Nature, а успех пришел лишь с приемом статьи в Science. Вопреки начальной отвергнутой реакции, открытие принесло корпорации CTS невероятные прибыли. Однако Муллису выпал нелегкий путь. Его уволили, компенсировав всего пятью месячными зарплатами. Нобелевская премия, полученная в 1993 году, стала заслуженным признанием. Муллис разделил ее с Майклом Смитом за внесение революционных изменений в молекулярную биологию. Его отношение к критике оставалось игривым и уверенным. Он стойко защищал свои идеи, не боясь обрушить на устоявшиеся взгляды потоки своего нестандартного мышления. Кэрри был символом научных исследований в их свободной и дерзкой форме, непримиримо критикуя консервативные подходы. Пока его дерзкое отношение к стандартам удивляло научное сообщество, его метод продолжал менять медицину. Его эксцентричное наследие и сегодня вдохновляет многих, раскрывая новые горизонты науки. А каким же образом сами научные идеи Кэрри шокировали своих современников и до сих пор продолжают поражать людей? Завеса тайны приподнимается дальше. Жизнь Кэрри Муллиса за пределами лаборатории была не менее увлекательной, чем его научная деятельность. Известно, что в конце 60-х он активно экспериментировал с психоактивными веществами. Это, вероятно, повлияло на его творческий подход в науке, расширяя горизонты его воображения. Такие эксперименты привели его к размышлениям о восприятии мира и потенциальном применении нетрадиционных методов в науке. Его литературный вклад также заслуживает упоминания. В 1998 году он опубликовал автобиографию под названием «Танцы, обнаженными на поле ума», где излагал свои уникальные взгляды на жизнь и науку, сочетая серьезное с комичным подходом. Эта книга дала читателям возможность взглянуть на его незаворовеемые мысли и поразительная смелость. Кэрри также высказывал и поддерживал противоречивые теории. Он был известен своим скептицизмом по отношению к общепринятым научным догмам, включая изменение климата и связь ВИЧ с СПИДом. Это вызвало не только бурю критики, но и подлинный интерес к его персона, показывая его готовность отстаивать свою независимость мышления. Пока его научные достижения и противоречивые мировоззрения продолжали вдохновлять и возмущать, свежая мысль о том, как влияет на его жизнь и взгляды, что-то столь экстраординарное, продолжает удивлять. Кэрри умер 7 августа 2019 года в Ньюпорт-Бич от осложнений пневмонии, оставив после себя наследие мыслителя и дерзкого новатора, чей яркий след в науке и личной жизни еще не раз заставит задуматься о том, какими способами возможно изменить мир. Кэрри Муллис, добившийся мирового признания как изобретатель полимеразной цепной реакции ПЦР, заслуженно получил Нобелевскую премию по химии в 1993 году. Однако именно его скептическая позиция по отношению к связи ВИЧ и СПИДа сделала его крайне спорной фигурой в научных кругах. Он верил, что настоящие прорывы возможны только за пределами традиционных рамок. Каждое его заявление было вызовом устоя, научая нас смотреть на науку по-другому, искать вдохновение в неожиданных местах и не бояться думать иначе. Такой подход вдохновляет и поныне, напоминая, что креативность и мужество могут изменить мир. Хоть его подход к науке и мог показаться эксцентричным, он не был безрассуден. Под руководством Муллиса нестандартное мышление сопровождалось упорством и строгим научным анализом. Его критическое восприятие многих общепринятых идей, как и скептический подход к некоторым медицинским теориям, вызывали оживленные дебаты, что придавало ему репутацию научного бунтаря. Его книги не были переплетением фантастических гипотез, а скорее объяснением и обоснованием его нелегкого пути в мире науки. Хотя некоторые его взгляды, такие как скептицизм относительно связи ВИЧ и СПИДа, оставались спорными и вызывали волну критики, они ярко подчеркивали его стремление смотреть на вещи по-новому и не боязнь идти против течения. Все это делает его наследие не просто примером научного успеха, а настоящим пробуждением для тех, кто ищет вдохновение за пределами традиций. Муллис покинул этот мир, но его влияние продолжает жить, побуждая современников искать и находить новые пути в изучении окружающего мира. ПЦР стала основой для диагностики генетических заболеваний и изучения инфекций, а ее внедрение привело к развитию персонализированной медицины и геномики, став неотъемлемой частью современных лабораторий. Полимеразная цепная реакция совершенствовалась до 1985 года, и с тех пор ученые смогли осуществлять амплификацию ДНК с невероятной скоростью, что позволило выявлять генные мутации и инфекционные агенты с небывалой ранее точностью. Все это открыло возможность для создания персонализированных терапий и новых подходов в биотехнологии. Кэрри Муллис, известный благодаря своему прорывному методу полимеразной цепной реакции, навсегда изменил молекулярную биологию. Он родился 28 декабря 1944 года в городе Ленуар, Северная Каролина, и оставил этот мир 7 августа 2019 года в Нью-Порт-Бич, Калифорния. Разработка ПЦР, которая состоялась в сентябре 1983 года, привела к тому, что наука получила мгновенные результаты в области молекулярной диагностики, направив ее в совершенно новое русло. Среди прочего, его экстраординарная личность привлекала столько внимания, сколько и научные достижения. Он не боялся высказывать свои спорные и порой эксцентричные мнения, которые выходили за рамки традиционных научных дискуссий. Муллиса интересовали темы, такие как космология и парапсихология, что лишь подчеркивало его нестандартный подход к познанию мира. Главное наследие Муллиса – это, конечно же, ПЦР, метод, который совершил революцию в молекулярной биологии, открыв множество возможностей для более глубокого понимания генетики и создания новых технологий. Это открытие быстро получило признание и стало основой для множества исследований в силу своей уникальности и эффективности. Из истории Кэрри Муллиса мы можем извлечь множество уроков. Это уроки настойчивости, несмотря на скептицизм и вызовы судьбы, а также уроки того, как креативность и открытость новым идеям могут изменить научный ландшафт. Его пример вдохновляет современные поколения ученых не бояться выходить за привычные рамки и искать вдохновение в разнообразии мнений и подходов. И, подобно тому, как новые поколения продолжают опираться на его открытие, так и пространство для новых мифов и легенд всегда открыто для тех, кто ищет вдохновение в его примере. Продолжение следует...